И сегодня мы рассмотрим изменения по РРО. Это один из законов, из трех законов, которые подписал президент, приняла Рада, подписал президент, и которые вступили в силу 10 января. Об одном из них я уже говорила, видео есть на IGTV по поводу 8000 пособий, компенсации ЕСВ и другие вопросы. А сегодня мы поговорим о втором таком законе, номер 1017, от 1 декабря 2020 года. Он был подписан президентом 7 декабря, 9 декабря опубликован, раздел 2 вступил в силу 10 декабря, а некоторые положения вступят в силу с 1 января 2021 года. И мы о нем поговорим. Он у нас касается полностью весь снова РРО. Еще с прошлого года начались постоянные изменения, переносы. Вот мы стараемся следить за этими изменениями и переносами. И сейчас очередная веха. В основном эти изменения, конечно, хорошие. Изменены лимиты выручки для единщиков. Ну, это уже не по РРО, а в целом. Здравствуйте, Виктория. Поднят лимит РРО, порог. РРО для единщиков. Тут уже порог вне применения РРО. Отодвинуты некоторые сроки обязательности РРО. Введены ограничения в использовании программных РРО. Ну, и некоторые небольшие другие изменения, которых я тоже коснусь. И были изменения также по штрафам. О них в конце тоже скажу. Здравствуйте. Теперь по сути. Или давайте пока еще не все подключились. Я представлюсь, потому что многие смотрят мои эфиры в записи. И есть много новых людей, которые меня еще плохо знают. Для того, чтобы вы для себя могли понимать, доверять мне или не доверять, я скажу, какой у меня опыт, на чем я специализируюсь. Меня зовут Наталья Бельтюкова. Я владелица торговой марки «Аркада Грант», в которой группа компании «ФЛП» предоставляет юридические и бухгалтерские услуги бизнесу и гражданам. В частности, одно из направлений деятельности – это работа с предпринимателями. И очень много в этом году, как никогда много, я работаю с предпринимателями. Много бесплатных продуктов у меня. Эфиры, книги, курсы даже есть по электронной отчетности, например, бесплатные пока. И платно тоже работаем. Это консультации, ведение полное, ведение частичное, обучение персональное. Ну, много, что мы делаем. Пользуюсь своим опытом, 26-летним уже. 15 лет я проработала в налоговой службе. От оператора ЭВМ до замначальника налоговой, начальника аудита юрлиц. И с 2008 года я уже не работаю в налоговой службе, хотя поддерживаю отношения со всеми там и знаю то, что творится внутри. Вот. С 2008 года я уже непосредственно работаю в компании «Аркада Грант» и другие виды бизнесов создаю и веду. Есть крупные компании, в которых я фактически выполняю, а не на аутсорсинге, но фактически при моем непосредственном участии мы выполняем функции финансового директора, главного бухгалтера, кадровиков, юристов и так далее. Сама бытность налоговая провела более 3000 проверок, поэтому я не понаслышке знаю, как они проводятся, на что обращается внимание, как налоговики, на что опираются. Они опираются не только на законы, так как они, ну, ведомственная структура, у них есть свои, скажем так, порядки. И это помогает мне оценить ситуацию с разных сторон. И как юрист, потому что по образованию я юрист, экономист и аудитор, и как бывший налоговик я понимаю, ну, фискальный взгляд, могу его применить. Это помогает найти наиболее рациональное решение тех или иных задач. Потому что, когда смотришь только с одной стороны, не всегда это бывает, это может быть правильно, но это может быть нерационально. По затратам средств, нервов и дальнейшего результата, дадут вам работать или не дадут. То есть нужно всегда смотреть на ситуацию с разных сторон и принимать наиболее рациональное решение. Тем более на законы наши написаны так, что, как правило, можно крутить в разную сторону, не только в такую, которую вам сейчас удобно. Здравствуйте всем, кто присоединяется. Вы пока не опоздали, потому что я только сейчас перехожу к сути об изменениях РРО. Так как была небольшая задержка. Задержка была в связи с тем, что я доготавливала этот эфир. Буквально сегодня я вычитывала лично закон 1017, не опиралась на консультации, которых довольно много в интернете. Кто любит больше читать, пожалуйста, в интернете огромное количество консультаций. Ну, а кому нравится, как я преподношу информацию, вот сегодня я ее уже подготовила. С 1 января 2021 года изменяется максимальный доход, который возможен на разных группах единого налога. При превышении этого дохода в течение календарного года, платежщик обязан перейти на общую систему налогообложения со следующего квартала. Это общая норма. Первая группа. В 2020 году максимальный доход для первой группы составляет 1 миллион гривен. С 1 января 2021 года он будет привязываться к минимальной зарплате и составит 167 минималок. То есть, когда будет меняться минималка, автоматически будет меняться доход. Так как минималка только растет, соответственно, вот этот порог для первой группы будет только расти. Максимальный доход единщика первой группы с 1 января 2021 года, если утвердят бюджет в том виде, в котором есть сейчас проект, и там заложена минималка 6 тысяч гривен, в таком случае он составит 1 миллион 2 тысячи гривен. То есть, они практически сейчас не поменяли. Был миллион, станет миллион 2 тысячи гривен. Но зато они подвели это все к минималке. Соответственно, как только минималка будет расти, пока это предполагается, что 1 декабря будет следующее повышение, автоматически будет возрастать максимальный доход единщика. Будем за этим следить. Следите. Вторая группа. В 2020 году... Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, все, кто подключается. В 2020 году максимальный доход для второй группы единщиков составляет 5 миллионов гривен. С 1 января 2021 года он составит 834 минималки. Здравствуйте, всем присоединяющимся. Если минимальная зарплата составит 6 тысяч гривен, как планируется, то максимальный доход единщика второй группы с 1 января 2021 года составит 5 миллионов 4 тысячи гривен. Третья группа. В 2020 году максимальный доход для третьей группы единого составляет 7 миллионов гривен, а с 1 января 2021 составит 1167 минимальных зарплат. Если минималка будет 6 тысяч, то, соответственно, с 1 января 2021 года порог увеличивается до 7 миллионов 2 тысяч гривен. И, конечно же, как и у других групп, с ростом минималки автоматически будет расти и максимальный доход, возможный на третью группу в данном случае. Следующее изменение, которое многие очень ждали, это отсрочка обязательства применения РРО для плательщиков единого налога. В законе номер 1017 внесены изменения, которыми осрочено введение обязательности РРО всем, кто ранее обязан был его использовать с 2021 года. То есть, как ранее я говорила в своих видео, которые есть на IGTV, те, кто обязан был с 1 января 2021 года или с 1 апреля 2021 года уже применять РРО, вот все вот эти категории отодвигаются еще на год. Увеличен лимит дохода, позволяющий не использовать РРО, и исключены из исключения от срочки РРО интернет-торговля и торговля товарами, бывшими в употреблении. Сейчас более подробно скажу, пока так просто, как план на киталу. С 1 января 2021 года измененная норма будет звучать так. С 1 января 2021 года до 1 января 2022 года. Регистраторы расчетных операций или программные регистраторы расчетных операций не применяются плательщиками единого налога 2, 3 и 4 групп физическими лицами предпринимателями, объем дохода которых в течение календарного года не превышает объема дохода, не превышающего 220 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового отчетного года. Вот я вам с небольшими сокращениями привела так, как написано в законе. Независимо от выбранного вида деятельности, кроме ниже приведенного печени. Прежде чем перейти к перечню, немножко расшифрую то, что было сейчас сказано. Итак, всем, кто ранее должен был перейти на РРО с 1 января 2021 года или с 1 января 2021 года, осрочили такой переход на 1 января 2022 года. При этом обязательным условием остается непревышение общего дохода в течение календарного года. Но в 2020 году нельзя было превышать 1 миллион гривен, а с 2021 года такой порог превышения будет зависеть опять же от минимальной зарплаты. Например, если минималка будет утверждена на уровне 6 тысяч гривен, как сейчас планируется, то с 1 января 2021 года порог неприменения РРО составит 1 миллион 320 тысяч гривен, вместо миллиона, который был до этого. Надеюсь, так понятнее. Если непонятно, вдогонком пишите сообщение, будем еще раз шифровывать. Так, хорошо, если это понятно, тогда вернемся к слову «кроме». Какие же виды деятельности лишают права воспользоваться льготой? При каких видах деятельности обязательно будет применять РРО, независимо от того, единщик вы или общей системе? Работаете в пределах 1 миллиона, а дальше 1 миллиона 320 тысяч или нет? То есть, есть виды деятельности, для которых эта льгота не работает. Некоторые из этих видов деятельности и сейчас уже являются таковыми. Но вот с 1 января 2021 года перечень будет такой. РРО обязателен на реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту, реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и предоставление платных услуг в сфере здравоохранения, деятельность ресторанов, кафе, ресторанов быстрого обслуживания, если такая деятельность является другой, чем определенная пунктом 11 статьи 9 Закона Украины о применении регистраторов расчетных операций. Ну, там определенные виды в столовой, в кафе, вот кому этот пункт нужно будет расшифровать, скажите, потом поднимем этот закон, почитаю. Но в целом, к сожалению, деятельность ресторанов, кафе, ресторанов быстрого обслуживания, вышла из льгот неприменения и применения с 1 января 2021 года обязательным РРО. Также обязательным РРО будет для туристических агентств, туристических операторов, для деятельности гостиниц и подобных средств временного размещения, всех, кто подпадает под группу 55.10 КВЭД. И реализация текстиля, кроме реализации за наличные средства на рынках, деталей и принадлежности для автотранспортных средств в соответствии с перечним утверждаемым Кабинетом Министров Украины. Подытожим. Теперь, если вы не торгуете всем перечисленным выше, в том числе через интернет, и являетесь ФЛП-единщиком, и ваш годовой оборот не превышает 220 минимальных зарплат, то весь 2021 год вы можете не применять РРО для расчетных операций. А вот если ваш вид деятельности все-таки попал в исключение тех, о которых я только что говорила, или вы по обороту не укладываетесь, то РРО нужен. И тогда я приглашаю вас на свой курс по РРО, который в ближайшее время я обновлю до актуального состояния. Также сегодня-завтра я планирую обновить свои бесплатные книги о РРО и штрафах. Книги о РРО просто и книга о штрафах о РРО. Если что-либо из этого вас интересует, пишите в комментариях к этому видео, ну уже когда оно будет на IGTV, и я вам дам все ссылочки. Но это еще не все изменения, внесенные законом 1017. Далее внесены изменения в понятии контрольная лента. Уточнено, что электронная копия фискального отчета может использоваться проверяющими при проверке. Также введен запрет на использование программного РРО в оптовой и розничной торговле бензином, не только бензином, топливом, любым видом топлива. Также закон РРО дополнен такой фразой. Субъекты хозяйствования, которые используют программное РРО, должны передавать в контролирующие органы по проводным или беспроводным каналам связи информацию в форме электронных копий расчетных документов, электронных фискальных отчетов, электронных фискальных отчетных чеков и другую информацию, необходимую для учета работы программных регистраторов расчетных операций. Они создаются средствами таких программных регистраторов расчетных операций. То есть, казалось бы, все это должно быть учтено у программистов, которые запускают программные расчетные операции, но обязательность всей этой передачи все-таки возлагается на субъекты хозяйствования. Поэтому вам нужно за этим тоже следить каким-то образом. уточнено, что расчетные операции подакцизных товаров проводятся через РРО или ПРРО с использованием режима программирования, с указанием кода товарных под категорией УКТК ВЭД, наименование товаров, цель товаров и учета их количества. По поводу других категорий товаров, услуг, такого требования пока нет. Перечень случаев, когда не применяется РРО, дополнен пунктом 14, который звучит так. При осуществлении расчетов за услуги в случае проведения таких расчетов исключительно с помощью банковских систем дистанционного обслуживания или сервисов перевода средств, попадая под статью, не применяется РРО. Я поискала сейчас, что же может быть банковскими системами дистанционного обслуживания. Пока мне интернет, больше не было времени искать более глубоко, но интернет мне, Википедия выдал, что это может быть Лиенбанк, Интернетбанк, Система ТПО, Электронный банк, Онлайнбанкинг, Хоумбанкинг, ПСибанк, Фоум, Мобильный банкинг, СМСбанкинг, ЖСМбанкинг. Но, будем следить за разъяснениями наших госорганов, и особенно НБУ, который должен сослаться на какие-то своим, а возможно, там уже есть какая-то терминология, но что-то так глубже, как ночь. Возможно, у них более узкий взгляд, в частности, меня интересует, входит ли в это неприменение РРО расчет через мобильные приложения банков. Пока не буду давать однозначных рекомендаций на этот счет. Если я увижу какую-то информацию, которой можно доверять, то я обязательно это скажу. Татьяна спрашивает, 220 минимальная зарплата, утвержденная на 1 января или на каждое увеличение зарплаты. Смотрите, касательно именно 220 минимумов, это порог, не превышая который, единщиком можно не использовать РРО, если не запрещенные виды деятельности. Правильно? Вот эти 220 минимальной зарплаты, там не написано, что на первое число. Там просто написано 220. Значит, я думаю, что при каждом повышении все-таки соответственно будет повышаться и порог. Сейчас на всякий случай вернусь, чтобы вас не ввести в заблуждение. Ой, нет, извините. Смотрите, минималка по максимальному доходу единщиков, там, где каждому группе присваивается минималка, там нет привязки к первому числу, соответственно, максимальный доход будет повышаться вместе с повышением заработной оплаты. А вот эти 220, как вы сказали, один раз в год устанавливается. То есть, мы берем на 1 января налогового года минималку, умножаем на 220 и вот весь год календарный, чтобы там внутри не менялось, но весь год будет уже применяться вот этот порог. Если 6 тысяч утвердят на 1 января 22 года, ой, на 1 января 21 года, то тогда весь 2021 год у нас порог неприменения РРО будет 1 320 000. Так. И следующий раздел по изменениям о штрафах. Пожалуйста. Исключили нарушения несоответствия на месте проведения расчетов суммы наличных средств. Сумм средств указаны в дневном отчете регистрата расчетных операций. Более чем на 10% размера минимальной заработной платы установлены законом на 1 января отчетного года, а в случае использования расчетной книжки общей суммы продажи. Теперь вот этого нарушения просто нет в законе. Его убрали. Также убрали из нарушения ненапечатанную контрольную ленту или не созданную в электронной форме, но только касательно программных РРО. Перенесен срок применения штрафов обозначенных в пункте 1 статьи 17. Ранний срок был уже с 1 января 2021 года 100% от нарушения повторно 150% от нарушения. Теперь он перенесен на 1 января 2022 года, а до этого весь 2021 год за проведение расчетных операций с использованием регистраторов расчетных операций либо программных РРО или расчетных книжек на неполную сумму стоимости товара, за непроведение расчетных операций через РРО по РРО с фискальным режимом работы, невыдача в бумажном или в электронном виде соответствующего расчетного документа подтверждающему расчетную операцию или проведение расчетной операции без использования расчетной книжки на отдельном хозяйственном объекте такого субъекта хозяйствования применяются штрафы 10% от стоимости проданных с нарушениями установленными в данном пункте если это первое нарушение и 50% если это за второе и каждое последующее нарушение повторюсь то что с 1 января 21 года уже должны были за эти же нарушения штрафовать в стопроцентном варианте и 150 при повторе отменяем и перенесли перенесли на начало следующего года 1 1 2022 года а весь 21 год оставили такие немного льготные штрафы 10% и при повторе 50% ну и конечно то что тоже радует бизнес это то что отменили несколько позиций которые касались кэшбэка это когда любой человек купивший товар либо услугу и увидев что было нарушение не выдан чек или еще какое-то нарушение с использованием РРО имел право пожаловаться в налоговый орган и получить компенсацию 100% от покупки соответственно это все пока тоже отменили я заключение хочу сказать что видела уже и вы наверняка тоже видели что сейчас много информации что в Верховную Раду ввели внесли новые законопроекты которые увеличат перечень видов деятельности которые обязаны будут применять РРО пока они не приняты может быть и не будут приняты поэтому конечно будем следить за этим вопросом если вдруг будут какие-то изменения то я в своих постах обязательно об этом проанонсирую если будут какие-то серьезные изменения то соответственно проведем и прямые эфиры в любом случае вы можете мне писать задавать вопросы я на какие-то частные случаи не обещаю давать ответы вот в переписке для этого и существуют индивидуальные консультации но если будут подниматься какие-то вопросы которые интересны большому кругу лиц то на основании этих ваших вопросов буду готовить посты и новые эфиры еще раз хочу пригласить всех кому РРО не отменили и не отсрочили или кому вообще интересна эта тема на курс по РРО или хотя бы получить книгу бесплатную по РРО и по штрафам РРО чтобы мы с вами были на связи в курсе у нас есть обратная связь и мы сможем непосредственно ваши ситуации рассматривать и за цену которая в несколько раз меньше чем индивидуальные консультации вы сможете получить ответы на все ваши вопросы но в любом случае я была благодарна что вы смотрите делитесь этим видео когда оно будет записи со своими друзьями ни в коем случае вас ни к чему не обязывает то что вы меня слушаете я рада любому отзыву который вы приятному отзыву который вы даете это побуждает меня дальше работать и бесплатно приносить информацию делиться тем что я знаю спасибо вам что вы были с нами со мной я немножко потянула думала может будут какие-то вопросы но раз вопросов нет то тогда будем прощаться а если они возникнут пишите в комментариях и читайте комментарии в комментариях я тоже отвечаю до свидания до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...